Маргарите Османовой нужна помощь. Диагноз трёхлетней девочки, приобретённая трёхростковая апластическая анемия, сверхтяжёлое состояние. Уже пять месяцев ребёнок находится на лечении в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Маргарите была проведена трансплантация костного мозга, но существенных улучшений в состоянии ребёнка так и не наступило. Алла Внучко продолжит тему. До дневного сна ещё несколько часов, но трёхлетняя Маргарита уже укрывает лёгким покрывалом старшего брата Матвея. Вот уже несколько месяцев брат и сестра играют только в малоподвижные игры. Мальчик буквально носит Маргариту на руках, ведь любой малейший удар, нелепое падение или переизбыток эмоций может привести девочку к самым тяжёлым последствиям, вплоть до внутреннего кровотечения. Ей нельзя стукаться и мы поэтому играем в спокойные игры. Я смотрю, чтобы у неё не было синяков, чтобы она не ударилась. Смотреть, чтобы всегда вела себя спокойно, вместе с ней ходить на цыпочках и при этом находиться только дома. В песочницу Маргарите нельзя, ведь там любят бывать не только дети, но и кошки и собаки. А девочке опасна любая инфекция. Купание в открытом водоёме тоже запрещено. Любой выход из дома для Маргариты таит угрозу для жизни. Матвей это прекрасно знает и, забыв о друзьях и развлечениях, рядом с сестрой целые дни напролёт. Мне сказали, что если первый курс иммуносупрессии не поможет, будем делать второй. Второй не поможет, там с другим препаратом, будем искать донора. Поедем боровляны. В среду у нас берут под общим наркозом. Тоже костный мозг и соответствующие анализы на этот день. Но опять же таки, всё зависит от анализов. Вот уже пять месяцев страдающей тяжёлой болезнью Маргарите помогает жить специальный препарат, который она принимает два раза в день. Девочки ввели порцию стволовых клеток. Донором стала мама, которая, увы, не полностью совпадает с дочкой по генотипу. Спасти девочку готова израильская клиника. Полная стоимость лечения составляет 250 тысяч долларов. У родителей ребёнка такой суммы нет. А время между тем уходит. Нам сказали, что первые там 55 тысяч, да, и вы можете к нам уже приезжать. Но как бы сумма немножко больше, да. Но мы как-то ещё пока не решились ехать. Вот. Ну и лечимся пока здесь в Боровленах. Сбор средств для лечения Маргариты Османовой продолжается. Ещё необходимо собрать порядка 200 тысяч долларов. И пока неравнодушные люди со всей страны помогают справиться семье с трудностями, Матвей терпеливо ухаживает за младшей сестрой и надеется на то, что они всегда будут вместе. Алла Нычко, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+. Родители Маргариты Османовой обращаются ко всем неравнодушным к чужой беде людям, присоединиться к сбору средств на лечение дочери и будут благодарны любой помощи. Для этого вам необходимо набрать звёздочка 222 звёздочка 19 решётка вызов и с вашего счёта спишется 2 рубля.